В честь грядущего Дня Победы депутаты Первоуральской городской думы продолжают активно навещать ветеранов-фронтовиков. Сегодня Галина Селькова побывала в гостях у Александра Алексеевича Клинских, который в Великую Отечественную войну был участником партизанского движения. Благодаря вам мы сегодня мирно живем. Я вас поздравляю от души с праздником Победы, от себя лично. Александр Клинских в свои 93 шутит, что еще хоть куда. Несмотря на преклонный возраст, сам ходит в магазин и не нуждается в помощи по дому. Война застала его юношей. Тогда он жил в Вологодской области. Как сейчас помнит, пришел к другу в гости и узнал от родных, что товарищ отправился в партизанский отряд. Уже на следующий день и сам Александр Алексеевич ушел на войну. Я матери говорю, мама, я ухожу к партизанам. Она поплакала, конечно, сходила в церковь. Попав в партизанское движение в 43-м, от помощника-пулеметчика он дослужился до командира подразделения. Участвовал в боях на Украинском и Ленинградском фронтах. Также оказывал помощь блокадникам. Посылали зимой, особенно в Ленинград. Возили обузы, муки. Там голодали люди. А замерзали болото. И вот возили туда. Он не раз был ранен. Но как только выздоравливал, тут же рвался на фронт. До победы не дослужил всего месяц. В апреле 45-го получил несколько пуль в ноги и был демобилизован. Александр Алексеевич награжден орденом Отечественной войны первой степени и медалью за отвагу. После войны переехал в Первый Уральск, устроился на новотрубный завод. На нем он отработал более 35 лет. Навещая наших уважаемых ветеранов, мы понимаем, насколько надо ценить жизнь. Для ветеранов самое главное сейчас внимание, уважение и, конечно, поздравление с Большим Днем Победы. День Победы Александр Алексеевич планирует встретить дома. Отшучивается, что для парада возраст уже не тот. В гости приедет обязательно дочь из Белоруссии. И, конечно, по традиции полюбуется вечерним салютом. Ирина Ревхева, Никита Нехорошков, Дамир Харисов, Служба народных новостей.